Привет, дружок! Даже маленькие дети знают правду о задрот. Обзоры на любые игры, позитив и юмор круглый год. Подписаться здесь, как встал умылся, должен каждый, кто зайдет. А кто не захочет сделать это, того бабайка заберет. Субтитры сделал DimaTorzok Договорюсь, что здесь нереальные деньги, то есть обычные, условные, вот так вам скажу. И каждому дается по 500 вот таких вот фишек. И ваша главная задача, это, конечно же, остаться на первом месте. Остаться одним за столом. Первая раздача меня не порадовала. Одной из тактик я здесь придерживаюсь, то, что дать другим, грубо говоря, повоевать. Ну вот, 9 валет. Все-таки десяточку на маленьком блайнде я должен поставить, поэтому надо ее как-то отыгрывать. Сразу выпадает пара девяток. Так, ну тут вот идут на повышение. Ну давайте, все-таки девятка есть, валет есть. О, 9 валет. В принципе, можно потихонечку, полегоньку. Сильно не пугать. Опа. Ну надо добивать таких. Один слился. Дамы 7. Дамы 7. Но я должен выигрывать. Нет. А, черт, дамы 7. Так, первый турнир ком. Ну ничего, у меня еще 45 тысяч. Зайти на турнир стоит 10 тысяч. Условно фишек. Выберите количество игроков. Нажимаете, и он, вот видите, сам автоматически останавливается. Остановился на цифре 4. 4 игрока. И посмотрим, какие же нас ждут награды за первое место. 55, 15 и 20. Вот 55 тысяч. Куда бы ни шло. Очень стабильный. Чем мне нравится Spoker Stars? Мобайл. Я играю на телефоне. Чем он нравится? Опа, ребята, две дамы. Так, аккуратненько, аккуратненько надо. Давайте потихонечку посмотрим, кто будет здесь способен с нами сразиться. Так, один есть. Вдвоем. Так, ну пока дамы у меня пожестче будут, чем тройки. Есть, конечно, у него тройки нет. И вальта. Так, пара на первой же руке. Блин, король появляется. 200. Ну а нам куда деваться? Нам надо идти. Представляете? На короле. Тьфу, что ж сегодня за день-то такой? Третья попытка. Выигрывал я в этом турнире. Не прямо-таки много. Хотя была возможность. Там была сумма 125 тысяч. Но потом, после того, как вы занимаете первое место, вам также дают наугад выбрать одну из трех этих наград. То есть вы не видите, где какие цифры находятся. И, к сожалению, не 125 тысяч я выбрал. Будем надеяться, что здесь получится. Но опять-таки 35 самая большая. У нас уже раз, два, три, четыре, шесть игроков. Будет уже посложнее. Так, 10, 8 разномастные. Повторюсь, есть такая же стратегия, как вот, допустим, некоторые делают, я видел. Но, правда, это очень долго и муторно. Это просто пропускать руки. Вот эти большие и малые блайнды, они потихонечку съедают. Помимо того, что сами игроки то лынки дают, то еще что-то. Ну, 10, 8 на стрит могу рассчитывать. Давайте посмотрим, пока большие и малые блайнды у нас не такие высокие. 20, 10. Так, на флопе у нас сразу стрит на 8, 7, 8. Сразу стрит. Так, ну и давайте, давайте немножко натравим. Подкинем деньжат. Так, один согласился, второй слился. Ну, давай, не будь трусом, давай. Есть, еще один согласился. Ну, это моя рука должна быть. Надо уже побольше кидать, 180. Слился. Ну. All-in. Ну, тут грех держать. Валет 4. Нет. Фу, вот и первый куш. Одного выбили, 1140. И сразу король 10 одномастный. Очень удобный интерфейс. Приятные звуки, приятная картинка. Без тормозов. Скачивайте. Это одно из лучших покерных приложений. На мой взгляд, опять-таки. Король 10. Нас осталось четверо. Один слился. 7 секунд, 6, 5. И вот, мне кажется, вот этот чувак хочет пропускать руки. Сейчас он, типа, будет отсутствовать. Да, отсутствует. И вот таким макаром он будет пропускать, пропускать руки. Либо до тех пор, пока у него карта хорошая не появится. Либо до тех пор, пока большие и малые банды не начнут его уже съедать конкретно. Так, 8, 9, 10. 280. Нет, скинуть. Тем более, есть сейчас вероятность того, что минус один игрок у нас будет за столом. И как-то будет полегче. Нет, 140 у него остается. 7 валетов. Блин, ну малый блайн у меня поставлен. Так что, я так думаю, до 20-ки буду добивать. 7 валетов. Давайте посмотрим, может напугать получится. Нет? Какой там напугаешь? У него 800. Чек, наверное, надо. Тоже чек. Еще один чек. Ну, попробую, сможет быть. Нет, не буду рисковать. Что-то. И никто не поддержал парня. Ну, как так? Ну, вот у меня сейчас нет малого блайнда. Дам четвертый. Я так думаю, не стоит. Не стоит. Ну, говорю, не стоит. А палец сам тянется на кнопку. Потому что, я повторюсь, большие и малые блайнды у нас 20-10. Не такая большая сумма. Причем при том, что у меня 1000. Это больше, чем у кого-либо из сидящих за столом. Две десятки, девятка. Ни о чем. Блайнды у нас повышаются. 15-30, тус, двойка. Опять, как и Атлетико купит. Ну, я скину. Вот видите, есть папка Фолк. Очень удобно тоже. Автоматически скидывает руку. Сразу, как только доходит до вас очередь. Так, ну давай, давай, давай. Обрыв связи отсутствует. Туз Король 8. Блин, у меня туз был. Ну, вторая карта слабенькая. Ёбки. Три туза, тройка. Сейчас бы мог наказать. Я так думаю, навряд ли у кого-то еще туз был бы. Давайте посмотрим. Нет, Фолк, не посмотрим. Дамы 5. Спиннинг. Блин, с этой тысячи можно просидеть до конца. В принципе. Тот, что у нас отсутствует, большие и малые блайнды его потихонечку жрут. Ну, а эти трои между собой сами могут подсаткаться. 4, 5, 6. Улыб. Вот, давай. 3, 8, 5, туз. Да, на паре восьмерку. На последних он съедает еще одного игрока. У него тоже становится 1000. Так, паре восьмерку. Можно 30-ка кинуть. Поддерживает. Давайте еще 30-ка кинем. Поддерживает. Ну, еще раз. Ну, поддерживает. Ну, что у него? Дама 3. Не надо мне сниться. Опа. Две дамы. Вот это нормально. Ребята, сразу прошу прощения. Позвонили на телефон. Оборвалась у меня запись. К сожалению, мои две дамы просрали. Да, вот такой вот у меня сегодня фартовый день. Просто вообще мрак. Две дамы. Он вытянул на тузах. Туз один в руке и один на флопе. Все. Либо он пипец какой везучий, либо мне что-то сегодня не прет. Еще я зашел на один турнирчик. Здесь три одномастные. Пишите в комментариях, кто увлекается покером. Попадался ли вам флэш-рояль, какие-нибудь такие грандиозные комбинации. За мою историю мне попадалось каре. Не единожды каре, даже на тузах, по-моему. И флэш-стрит мне попадался. Не флэш-рояль, конечно, но тоже. Так, десяточки есть. Двадцатку можно закинуть. Посмотрим, кто поддержит. Кто на чем сидит, так сказать. У кого какие свои тактики. По поводу блефа тоже. Можете прям писать все, что угодно. Поддержу любую беседу. В принципе, можно даже будет потом как-нибудь кому интересно с никами обменяться и где-то сидеть за одним столом, поиграть. В принципе, здесь это вполне, я так думаю, вероятно. По крайней мере, есть еще куча приложений. По крайней мере, два я знаю точно, где можно добавляться в друзья и уже заходить на один и тот же стол, допустим. Очень классно. Так, а у нас здесь что? Ну, у нас здесь чисто десятка. Чекать надо. Даму, на даме выйдет. Король десять. Ну, здесь ол-ин надо, ребята, идти. Игл у меня восемьдесят осталось. Тем более, карта такая более-менее. Сейчас заодно и проверим. Даму валет, король десять. Валет. Нужен король. Фу-то, е-мое. Ну, вы сами видите, ребята, это что-то вообще кошмар какой-то. Третье место я занимаю. И на последнем попытке у меня осталось. Давайте посмотрим, сколько у нас будет игроков за столом. А вообще, в принципе, вот так вот сейчас в связи с этим карантином очень хорошая вещь вот так вот посидеть, поиграть в картишки, взять немножко пивка. Ну, безалкогольного, не дай бог там кто-то скажет. Конечно же, безалкогольного пивка. И да, рыбки. И все, и прям под покер. Раз нельзя никуда ходить, то можно, ребята, через такие приложения поиграть между собой, либо вот поучаствовать в таких турнирах. 8 дамы. У меня большой блайнд. С меня сняли 20-ку. Поэтому чекать в любом случае придется. Есть, конечно, рейзинг никакого не будет. Давайте посмотрим флоп. Ну, буду подкидывать, наверное, чуть-чуть. Моя первая рука. Так, поддерживает один. Один скрывается. Надо еще добивать. Потому что даму такая нормальная карта, а он что-то как-то скромненько подкидывает. Ну, надо еще разочек. Давайте еще 20-ку. Тут уже чисто на блефе. Вот так вот холк. Изи мани, ребята. 7 коровер разномастные. Карта, в принципе, говно, но я буду докидывать десяточку, потому что десятку уже сняли. Как-то зря ее терять не хочется. Если, конечно, рейзинг не попрут, десятку закину. Посмотрим флоп. На флопе ничего. Чекаем. Чек. Сетер. Давай, думай, быстрее. Чек. Мелисса Сауля. Тоже чек. Шестерка выходит. Ничего она нам не дает. Поэтому опять чек. Вот первое повышение. 20-ка. Он пусть воюет между собой. У меня даже пар никакой нет. Так, ну а мы ждем новую раздачу. За первое место до 30 тысяч можно получить. В принципе, эти 30 тысяч хватит мне еще на три катки. Ну, здесь 6-4. Буду надеяться на стрит. Хотя при таких картах, вот, ребята, кто увлекается покером, смотрят покерные турниры на ютубе, такие карты обычно сразу скидывают. Просто сразу. Но здесь из-за того, что на условной фишке игра идет, то есть никакого финансового риска, финансовых потерь не может быть, поэтому можно себе позволить и посмотреть флоп. Даже на таких картах. И вот у нас 4-6-7. Пятерочка, в принципе. Но я скину. Нет, чекаем. Пока все чекают, и я буду чекать. Мелиса Сауля какая-то. И еще одна двойка. Ну, здесь по старшей карте, наверное, будет. Но у меня 6-4. У меня такие херовеньки, старшие карты. Очень интересный турнир. Скороотечный. И довольно-таки быстро он убивает время. И довольно-таки приятно это занятие. Те, кто играет в покер, поймут, про что я говорю. Помимо Spin'n'Go, здесь куча есть всяких. Есть Knockout, турнир, также на выбивание. Обычные столы с безлимитным халдемом. Да, халдемом казино здесь даже есть в этом приложении. Скачивайте в Play Market, и оно есть. Покер Старс так и называется. Так, ну у меня Король Туз. Надо потихонечку подкидывать. Ждем, ждем. Что там? Фолк, фолк. Вот так. Без пар, без всего забрали банк. 8,2 одномастные. Большой блайнд меня удержали. Также здесь есть чат. Вот как видите, где написано, в группе лимита возрастает блайнд, и там можно нажимать на это окошко, и всплывает чат. То есть можно общаться. Но так как здесь люди с разных стран могут принимать участие, играть в эту игру. Поэтому и не вижу пока смысла писать, пока русскоязычный человек не объявится здесь. Хулик, как бы хотя бы себя проявит. Так, у нас рейс был. 8,2. Вообще ни о чем. Топ-то пан-то пропал, блин. Ну а вас, ребята, я прошу, те, кто просто даже заходит на мой канал, посмотреть видео, от вас же не будет, ребята. По правде, нажмите подписаться. Мало ли, вот так вот дома сидите, сидите, фига, как я какую-нибудь топовую игрушку, обзорчик сделал, вам приходит сообщение, все, все рады, все довольны. Не проморгайте ни одной видюшки. И мне, кстати, будет очень приятно. Не как вот при такой раздаче. 8,3 разномастных. Так у нас еще и на флопе выпадают все черные. Ну, приходится вот так вот по 30-ку, по 30-ку, вот, видите, скинул. Моя первая рука, он не знает, что делать. И поскольку у него снова ничего толком не было, это было видно по его вот этим вот 20-кам, которые он докидывал, точнее по 30-кам, которые он докидывал. В мою ставку. Был понятно, что у него тоже ничего нету. И терять, как бы, последние деньги на ничем он не захотел. Ну, а я уж начал блефовать, надо идти до конца. 5, 6, 7, 9. Восьмерка нам нужна, поэтому 30-ку накидываю. Поддерживает. О, вдвоем будем. Еще на 30-ку. Восьмерка. Восьмерка сейчас прям выгадет меня. Керос-два. Ну, попробуем. Ну, не, он подержит этот такой. Даже вот, видите, что творит. Нет, увы, нам не нужен. 20-40 у нас блайнда. Король-8 одномастный. Закинем, посмотрим. Одна буби есть. Но мы будем делать чек. Валет. 10 валет. Там, макару... Нет, не хватает. Девятка. Либку залит, девятка не хватает. Ну, а наш парнишка рвется в бой. Мы скинем, конечно. Пока держимся, пока держимся. Но это мой последний турнир. По крайней мере, на сегодня. Буду также по возможности, если появится какие-нибудь интересные видео про покер, будут другие турниры играть. Покажу вам нокаут турнир. Ну, и так, какие-нибудь хорошие топовые раздачи. Руки хорошие, тоже будут возможности записывать. Балуюсь, да, балуюсь я покерком. Не могу этого скрывать. Я думаю, таких же неравнодушных много. 4-9 разномастный и на большом блайнде. Как же круто, да? Ну, вот мне повезло. Ну, фолк скинули все. 3-10 разномастный, 20-ку сняли, 20-ку докину. Так, 40. Ну, попробуем на десятки блеховать. Хотя, что блеховать? Десятки же тоже. Пара десяток, это же тоже комбинация. Вот здесь чек. Сейчас он будет травить, походу, меня. Задумался, задумался наш арт-сичат. Восемьдесят накидывает пока. Так, что у нас чек. 120 на паре десяток. 10-9. Ну, вторая карта старше была. Пара шестер. Остается у меня 200, но тут... Тут надо идти до конца уже. Поддерживает. Ну, я так думаю, может, ол-ин. Тем более, один скидывает. Да, давайте ол-ин посмотрим, что нас там ждет. Дама. Ну, только шестерка меня спасет. Нет, не спасла. Ну, что же, ребят, спасибо за внимание. На этом мой турнир заканчивается на сегодня. И обзорчик, такой мини-обзорчик на приложение Покер Старс тоже заканчивается. Скачивайте, заходите, играйте, подписывайтесь на мой канал. Обязательно жмите колокольчик. И, конечно же, ставьте пальцы вверх. Мне, моему каналу. И, как всегда, правильно, играйте только в топовые игры.